Тема нашей сегодняшней лекции это поведение брома при атаке его молекулами хрома. Это в разнародье известно как закон Майкельсона Шварца. Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским помещенным, но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем. Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян. До того, как он был расстрелян, он был помещен в Волга-Валт. И тогда в одном из писем, писем из лагеря своей жене, он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь. Яма, наполненная бромом, может хлорироваться только четырьмя молекулами углерода. Теоретически это может выглядеть так. Представьте себе молекулу углекислого блюмбума. Молекула ведет себя при атаке атома приблизительно так. Она направляется в сторону атома. Атом ведет себя пассивно. Он не воспринимает воздействия энергетических потоков сознания на молекулу и старается воспротивиться восприятию луча со стороны неземной коры. Кора отдает внизу. А когда молекулы начинают вращаться, мы берем хлорированный бром и смешиваем его с люмбумом 4С2H. Посмотрите, что происходит. Вы видите? Видите? И он был потрясен тоже. Ничего подобного ни один человек еще не видел. И этот закон назывался законом Майкерсона, потому что Сварц был забыт. Дело в том, что при стремлении А в группе Л вторых практически А равно нулю. Ноль здесь поступает как Y. Причем Y со знаком отрицательного сгружения возможности возникновения энергии при стремлении бесконечности. Здесь и бесконечность. Сменить на семерку. Но тогда, посмотрите, как ведет себя хром. Сейчас я вам покажу. Обратите внимание. Хром. Вот видите, хром. Хром при возможности возникновения его в продвиженном состоянии он начинает влиять в энергетику разную нынешнюю. Посмотрите. Вот так вот выглядит система на семерку. Идет хром. Начинает хлорироваться. Когда он начинает бомбардироваться от амирания, он начинает сворачиваться и как-то собирать в себя энергию. Энергия происходит только благодаря тому, что возможность еще выбраться назад, обратно погружающейся в мире, может быть очень редко и пусатый толчком. Вот так. Живите на бою, стоит выбрать энергию, с помощью ретро-кальция, с гроба. Идет хром. Все, может быть, я поставил точный, что дает актуальный переход. В том числе, в том числе, в консекцию, в том числе, я покажу вам модель моего клуба, рекламированный на него атомом гума. Посмотрите. Вот так выглядит хром в подвечном состоянии. Достаточно ему влюбить в реакцию с синхронным кальцием. Смотрите, что происходит. Видите? Редкое изменение цвета. Редкое. Но это еще как бы противосточное сутствие. Так вот, я хочу рассказать, что он... Майкельсон, человек не заурядного ума, лучший друг Побожевского, дал приказ, чтобы Барс был уничтожен. Барс был уничтожен. По-моему, расчленен. Но с Иделеевым тогда, уже тогда возникли разногласия. Иделеев настаивал. 164-й элемент, вот, извините, ГТ. Так, называемый элемент ГТ. Он вошел в историю науки под названием ГТ, сокращенно от ГОТ, Барс был уничтожен. Барс был уничтожен. Он имеет 64-ю флоту. Посмотрите, в чем была ошибка. В ПАУ-1, обозначим его как ТОНИКС, у них было приравнено практически к ПАУ-0, что было совершенно ярчайшей ошибкой, потому что ПАУ-1, который сидит как мусор. Наша лаборатория была первой лабораторией, которая могла сервизировать ноль, пристреливение вовшим количеством. И все... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ниндзя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok